всем еще раз добрый день друзья мы продолжаем следить за dpc лигой региона юго-восточной азии и переходим к первому дивизиону единственный матч на сегодня команда фнатик против мотивей трасс гейминг формат встречи как и всегда было три и у нас две команды которые находятся я бы скал на грани вылета команда фнатик 22 команда мотивей траст также 22 и по факту там не он и дышит спину и вот одна из команд явно продолжат борьбу за топ-2 и топ-3 одна из команд будут бороться за выживание вот так вот интересно получается фнатики после интернешнала показывают себя просто ужасно новый состав 4 поражения по карту 4 победы на картах но честно говоря вспоминая матча фнатика со всеми командами которые на их уровне или сильнее фнатики вообще никакой борьбы не давали то есть они обыграли у нас команду не он который как раз идет на седьмом месте и а вот они еще а ну и тинси который вообще 04 и тут и этого команда явно уже главный претендент на вылет так что фнатиков веры нет хотя вроде как я знаю но сейчас форс наверно дополнит вроде как фнатики в этом матче даже фаворитом являются она форса пока у нас нет форса у нас нет ну давайте тогда драфту перейдем форс присоединиться знаем фридбрейкер наконец-то сегодня мы четыре карты посмотрели ни одного спиритбрейкера и в помине не было тут он прямо на первой стадии появляется ведь герой универсальный его можно как и тройка так и четверка сделать даже странно что и что еще удивительнее то что появляется фантомка фантомка появляется спиритбрейкер но это уже конечно какой-то мем и непонятно о чем вообще джей в этот момент думает о чем думает джей как можно фантомку так пикать но уже неудобная игра я не знаю о чем вообще как сейчас полузнет подумает следующий раз мне кажется я не могу реально ничего сказать мы с тобой просто много игр видим может игроки не сталкивались вот конкретно с этим но пока у мотивей трасс драфт выглядит просто бомбически вот реально братрум с спирита с этим самым сморфом клёвая связка клёвая комба прям вообще от души вот я слушай знаешь что тут пока у меня был выключен микрофон хотел спросить у тебя лекс а говорил ли ты коэффициенты от наших партнеров венлайн вот не говорил но предположил не говорит ну давай давай мне кажется фнатик фаворит и вот 162 на фнатик и 220 на команду мотивей трасс слушай знаешь сегодня день когда выигрывают аутсайдерами ассайдеры по крайней мере по мнению венлайн у нас сегодня два матча притом 2-0 поэтому я бы предположил что траста могут этот матч закрыть особенно то что мы видим в рамках драфта и особенно учитывая что ну букмекеры думают но это фнатик на фнатик всегда такой знаешь кредит доверия повышенный что как и на талон так и на фнатик вроде парни лузают столько игр а все равно фнатики остаются фаворитами во многих матчах так что по мне трасты могут просто оказаться посильнее даже независимо от драфта вспоминаю я тоже так думаю сша ты результаты последних встреч видел я просто что-то как-то провтыкал от у кого у кого ну вот у трастов на теки то я помню они вроде не очень хорошо играли да да они они идут на виша взял уже все рассказал они идут по группе одинаково у них 22 по матчам 44 по картам о как игре у фнатики выиграли матчи у лобоком а брали встречи слабые команды были а тут как бы извините команда твоего уровня уже ну да мне тоже вот даже несмотря на вот ласпик не ласпик мне очень нравится вот то что мотивей трасс уже набрали то есть я не знаю что тут фнатик сделал смотрел у фнатик по сути у них нет нормального стана игре вообще то есть у них вот есть этот dream coil который раз там полторы минуты появляется doom ну вроде бы неплохо вроде бы но морф кайфует на линии против дума сейчас еще я не знаю пятерку будут добирать в принципе то спирит брейкер хорошо смотрится можно кстати говоря вообще будет спирита сделать там какой позиции 4 там представь себе astral d и туда ремнант ну нормально вроде вот так такая комба должна работать если хочется ну типа баратрума пятерку сморфом будет спирита четверку и нами что-то еще добирать ласпиком против пока вот что-то там наподобие дк дк у нас последнее время как-то вот этих против паков и квапы как-то вот его открыли заново и вроде неплохо себя чувствует можно попытаться сыграть так а можно просто пятерку добрать что-нибудь наподобие тоже вот наверное какого-то или четверку подожди вот если бы все вот эти вот милишники пятерки которых ты хочешь видеть смартфон там с воды они все просто очень похожи и вот например взять перед брейкера трента не знаю мне кажется хрень вот а какого-то рэнджа брать под морфа ну а какого тогда дисраптора какого-нибудь от этого к классику то как-то вот с думом там играл против вивер тоже вроде дисраптор неплохо да вот или это может быть отдай медовый вообще там вой спирит тройка спирит брейкер четверт короче да по-разному можно задрафтить но наверное в мид воды не стоит ставить против пока а мы с тобой таких матчапов уже очень много видели от и пока и честно говоря мог сказать что вот этом прям как-то проседал из митер хаймеров пока умудрялся попадать так что рабочая схема так ну надо надо что-то при том бано да тоже таки от фнатик не понимает что происходит и бруду забанили бэйна добавная пара героев 5 стойкость бы морфу дополнительный ты угадал дал рейнджовый саппорт дисраптор ну не сказать что это прям супер идеально ну ладно не нормально нормально дисраптор окей герой хорош жить можно лекс я так я знаю что еще можно лекс смотреть dpc вместе с хавейл джоли он экспертом по зрелищным как вот если хотите узнать больше приходите по ссылке по трансляции а да это правда так ну что мы ждем от этого матча мы ждем противостояние прежде всего спирит брейкера и фантомки я напомню что почему с форсом обычно негодуем у спирит брейкера есть редкая механика брейка которую у нас в игре убирают потихоньку уже никс ассасин был такой последний оплот стабильности с вендетта и у него нет спирит брейкера есть брейк аж на 4 секунды все это с помощью аганим шарда и ультимейт ты не просто даешь брейк ты и даешь в героя стан сразу же героя тебя не уходит в отличие от силе врача ударил наш нужно еще и станет так что нам нам это не нравится посмотрим как это будет работать и естественно еще одна проблема некоторые игроки почему-то про это забывает либо не знают бывали таких случаях а так конечно билд что-то типа аганим аганим шара там где-то бкб можно отыскать и ну и shadow blade естественно спирит брейкере не лишним предыдущая игра 81 16 поражения много сигнатур ок с одной и с другой стороны а спирит брейкер на удивление уровня и не так много региона спирит брейкер со стартом орбов вену и отдай традиционно традиционно через метеор хаммер ну это понятно да по-другому на вообще не играют если хоть какой-то процент игр значимый есть вот я недавно там общался с рейблом видосик выходил на ю тубе я вот у него как раз спрашивал есть ли вообще ну матчапы в которых у дэй играет без метеор хаммера насколько это рентабельно он говорил что вот когда играешь против пака лайфстилера джиггернаута какого-то вот против них типа метеор хаммер может быть не самым хорошим решением там против марфа можно вот купить например pt midas witch blade bkb то есть это прям такой хороший билд вот и на линии ты играешь как бы не через макшен и астралы через макшен и арбу такой еще билд есть но у дэйф то есть в принципе рабочий но понятное дело метеор хаммер это имба но это же для для медового д как бы такой билд а тут у нас медовый будет спирит такая драка тонаруни но спирит брейкер главные проблемы у него да он умирает конец ли это дизраптор тандер страйка больше нет замедление работает минус 2 уже пришел у д непонятно чего д пришел тут него тоже на самом деле могут нападать фантом к даггером не дотягивается на уходе просто потерял что по фрагам кто что заработал то вообще фантом к и вивер нормально фантом очка а где деньги то что пила уже фантом к облайт стоун валяется жестко доска ну слушай сейчас короже себе на линии приведет через минуту вообще-то не весело будет размены че от принимает на себя весь удар и умирает ну пока придумает старт лучше ну можно конечно мидер бы два фрага заработал но для фантом ки это как будто уже фри игра короже он едет форс вторая минута игры до борода короже нам уже очень сложно будет и ну и нче вроде там компы то все подблочили но вот уже тут как бы вторые лвла у всех и эта линия похоже фнатиками не будет проиграна это точно вот там в центре армелл тоже принципе чувствует себя хорошо у на вивера нападает диджей старается прохарить ну вот еще ну не тут все вот давай next сразу вот а дэ умер телепорт 50 секунд сейчас перед брейкера гоним шарт на двадцатый купит главное не бухтеть форса знающие люди вообще да то есть а как здесь стоять просто да непонятно сейчас у д приходит на уровень один против фантом ки с уровнем 3 уже как стоять и тебе скорее всего сразу с нулевой на тебя нападают на твое лицо и пытаются убить конечно и далее интересно и в лес ты естественно уходить не можешь ноуты вообще это никак не делается может быть на других линиях все будет намного лучше по мантрасту на ли обор например как бы так идет опять смотри на вот это не жают а магида еще должен доехать не прыгнул вперед да не назад он хочет смотри свете он хочет именно даггером дострелять мне кажется оказался надо добиваться можно делаешь же капец вот эта возня вот я пришел стрик забрал кайф кайф лавил заработал но все равно фантом кинотвор с ума сойти 2050 уже притом агрессивный бил перчатку себе довез у раз атаки на максимуме немножко регена даже множка регена себе забирает башка на топе атака дизраптора дизраптор и он так долго летел вроде обошлось обошлось фласку нажал вивер сбить не успеет а сегодня как-то у нас такой длительный игровой день и вивер впервые появляется очень популярный саппорт нынче очень сильный спирит брейкер тоже как-то до него не доходили руки вроде все пока пока спокойствие пока вода начинает фармить а то форс уже все уже уже шмотки хотел разбивать еще рано пока дыши преимущество конечно есть но хорошо что это преимущество не у тоже пока мы же понимаем что пак с таким преимуществом намного больше по карте может делать фантомка все же даже несмотря на такую доминацию черно потом пойдет леса будет свой бы оформить либо влюблен на линии будут бы оформить она не будет пока крайне агрессивно в отличие от пака сипом получал подобную доминацию окно что у нас еще одна карта без пауза галочка отсутствует карта думал кстати горя очень крутой крип и постоянно себе хилит ну и конечно же ман реген 2 и 5 тут не только можно хилиться тут можно элементарную же землю нажимать почти по кд идти агрессировать свиром и на фантомка такая здоровая это конечно вообще вообще не смешно ну тут в принципе сейчас да у д начинает потихоньку набирать лавала и наверное его еще по щемят какое-то время но наступит момент когда уже должен будет выгонять фантомку здесь как мне кажется астральчик пошел сейчас можно арбой его еще шлют она не спрокнул понял чарж буду так как раз врачом шанс 20 процентов естественно там на какой-то удар санет ну все все это все классно видите форс уже тут кричал разницы нет почти пришел забрал стрик забрал много опыта и кампэкнул сейчас правда вот я самого душу но ничего не жмет у него астрал то же самое есть ваш прокнул удар от у д фрак есть для отдай спирит брейкера разделили в принципе астрал на готове пора бы наверно его нажать до вас грамотно грамотно красавчик очень умно но знаешь на грани на тоненького 4 лиму кумирить ничего не нажав прям ждал до последнего но он ждал пока от пичка вот анимация между тычками чтобы ему точно фласку не сбили знаешь что да он тут на самом-то деле сыграл достаточно грамотно ты сейчас сейчас вернется на бот линию надо бы надо бы конечно как-то фантомку подкились вот она может конечно кортиком фармить при желании но там тоже как бы динай хороший два героя под вышкой прячет крипов динает неприятно да энчант разбежит у нас пешочком с с этим самым с помидоркой с хелбер смешером может быть что-то получится как-то можно побить да фласку тоже выдает в этом плане все в порядке дум хорошо качается но и морф хорошо качается морфа прямо вообще тут сказочная прям ситуация на линии дума мы сильно помешает даже когда у дума появится ультимейт он нет никаких гарантий что он морфлинга убивает потому что в момент каста дума морф может нажать перекачку и ну он просто будет перекачиваться ты дум потратишь потом перекачается обратно там нажмет танго а нападают на отдать телепортируется за вивер бежит видишь могут брат рума убить брат рум тоже пытается телепортироваться даже если он за фейлить свой телепорт он может с чаржа прийти то есть для него это не так страшно как если бы например сейчас у дэбы погиб с кулдауном на телепортацию дум там нашел прикольного крипа который восстанавливает ему ману и восстанавливать еще хп-шку можно подхиливаться между тычками себя хилит пока земля работает на топе стоять ему уже не комфортно морф большой странно что на авто кассе наставит эту хилку нажимает пока чего она будет просто нажиматься тогда когда эти тычку надо дать пожелаем побежит ли домой интересно вроде пачка подходит сейчас большая здоровая прям до бежит домой основной экшен у нас на боте развивается митер хаммер долетел так что надо очень быть аккуратно правда у дэй по ресурсам мало но счастливе подловит момент команда поддержит под вышкой плюс еще есть у него у митер который дает в оригин а ауды прокастовывает есть с ворума нет но надо хотя бы ты забрать желательно до смерти пашки да пашка убивает но умирает вот телепортируется морф можно делать еще фраги превращается морф вивера на душу кучи бежит а вот пара тру как-то тут далековато до вышел дженуэль делает еще один фраг а морфлин кажется здесь никого убить не сможет больше вот теперь это же пришел посмотрел посмотрел увидел что драка уже закончилась и решил что ладно я дальше качаться пойду пак себя пока что не успел особо как-то круто проявить но вот приходит в бот с дремкой лом также от эти либо проблема в том что он не может играть нигде кроме как вот на боте пока он эту вышку не то есть не может там да реально в лесу идти не может как-то там перетяжки делать хорошие и его вот здесь все время встречает большое количество персонажей пашка тут бодается с будет спиритом на центр вот такая игра вроде бы счет 10 3 но все эти фраги сделаны в начале у сейчас mid game интересно посмотреть будет ли вообще хоть что-то происходить я думаю фнатика все устраивает у них очень сильные два кора который много качать могут этой фантом к это естественно дум про вообще ничего не нужно делать кроме как рипов долбить это еще два уровня только в два так что фнатиком в общем-то день выгодно и поиграть в лейтгейм спокойно с агонимным паком с фантом к на слотах и у дума который там представьте рефрешер еще будет красота уж никакими перекачками не отыграешься будешь думе находиться пол драки но единственная за что фантом к может быть в опасности если будут прилетать спиртбрейкер с агоним шарадом но в таком случае вивер не забывая может купить себе агоним не попадает од метеор хаммером в принципе в идеальные тайминги ты должен попадать даже вивера который на шикучих может бежать ты должен так он все равно же там да не успеет отбежать если прям ну как бы есть пространство для ошибки там можно в пака не попасть который shift нажмем вот а ну вивер это уж надо попадать ну и вот пошел од толкать линию активно сейчас будет угрожать вышки в принципе свою функцию он реально выполнил и даже на творце него 4100 суши бывает же да вот блин раньше дота такого не прощала вот вот реально раньше если ты умер вот так вот два раза на линии все ты как бы слился у нас в данный момент в данном патче есть такие герои которые могут вот даже себе вот так такую такую как бы бездарную игру себе позволить и еще что ты ну как бы кто-то еще делать в игре это не знаю иногда это меня расстраивает вот так не получилось там сыграть со всем а митер хаммерами на трасс на за страйк пытался рейкер виру очень грамотно меняет позицию через таймлапс а у башня продолжает падать от этого и не легче сюда летит пак дрим койл на готове арба полетела арбами махвате урона то вообще дремку а вот они вынуждены поставить брейкера тоже плохо там же астрала а сайланс тайминговый упрямок все нюки в других героев рампера за статиком пока закрыли митер хаммер в кд дает санит и клипс паков получите любит так идеальный расчет очень классное примечание дизраптора очень странно как-то рассказывает ну вы уж кого-нибудь одного бейте там ладно далее дремкойл не воды а спиртбрекера ну окей парни хорошо там что-то пак может не увидел недопонял или посчитал что на воде не хватит дэмэджа или там далеко как-то ушел ладно убейте спиртбрекер но нет они подцепили спиртбрекер и давай долбить другого героя ну конечно они дождались просто что пришли еще парочка персонажей они никого не убили и вдвоем отправились наверно то очень плохо на самом деле такие как бы фришные фраги ты не то что их не забрал не сделал при этом сразу ну вот вышка наконец-то упала хочется немножко думы увидеть я понимаю что мидасик ну хоть куда-то выплюнуть это дум в смолки выйти каком-то по тот же дремкойл и будет несложно думу подойти ульты нажать а у нас doom 001 статам о фантомки несомненно после такого старта несмотря даже на смерти буду фьюри с короженом пт очень быстрый падает мид сразу же атака через ремнант спиртбрекер правда без ульты но без ульты тут ничего не придумаешь ты да и наверно с ультой тоже тяжеловато было бы после ульты я подсветить камень непробиваемая перед брейкер атака на дума интересное решение на застройку хотят думать левелить ахать все тут суши 4 у команды рядом где нет ну может успеть кастовать кастал а вот теперь надо веса добивать тут еще и дремкойл в запасе пак пока не знает куда прыгать в итоге дремкойл стоит на спиртбрекер спиртбрекер под бульдозом арба долетела урона хватило ну классно не оценили свои силы ребята дум оказался немножко жирнее чем планировал все-таки броня же нынче много даже не то что он оказался жирнее а просто ульту свою выдал и непонятно чё дизраптор тянул со своим статиком надо наверное ему было поставить статик так чтобы дум не дал ульту vs то есть если бы дума убили а он ульту бы в ответ не скастовал тут пак довольствовался бы фрагами на саппортах а вот спиртбрекер может он еще бы издачи дал кстати этому паку кто знает но получилось так как получилось конечно да не очень классно там фантомка продолжает нас фармить естественно билд через battle fury понятное дело ну и и что да ну пока просто прокачка идет там смог нажимают дайр они знают то что уже монет ульты но статика тоже нет и как они собираются факта ловить пока поймать но разве что юл ремнант как-нибудь вот тут ревелится смог прыгает вот спирит снова подцепили дума убьют убьют это секунд скинуть крипов нет кого-нибудь крипа где хоть что-то может скинуть да обидно но молодцы понимают раз что они могут играть намного активнее хотя с другой стороны от армала наверно тоже активности может стать мне кажется пока армала паки не понимает чему на карте делать он не понимает с кем ему играть он вечно приходит не понимает кого фокусить вы теперь это в этом плане все проще тем более теперь из юл линкенсфера от морфа а вот здесь понятно здесь понятно что некий сфера здесь очень хороша вопросов никаких эти 3000 преимущества поверьте это все отыгрывается за одну драку поэтому и по факту это преимущество во многом за счет дума который есть крипов не дасят крипов заработать зарабатывает много вот спирит вроде 5800 худший натвор среди всех коров но импакт делает вполне себе 11 уровень готовы салат вивера три заряда против морфа незаменимый предмет классно что так рано смог диджи его нафармить наверно да неплохо было бы в атаку быть под дремкойл вот doom и под спирит веса я думаю даже фантом к если что готова подключиться своим пфом а морф пока единственно карте кто играет на ноль никакого участия в драках нет он и не нужен то есть формате 45 раз то отыгрывают вполне после вот этого начала 7 фрагов смогли сделать за карту пак вивер вдвоем хотят выйти в атаку это пара труб побежал не боится ну да не боится что он подцепить просто слегка слегка подпушил линию с раптера телепортируется ну если он сольют тот его каста ульты но что-то он какой-то нет не умирает совсем астрал так может метеорчик метеорчик кастуется сбить нечем метеорчик попадает морф летает отличный ульт от оде проблемы и у энчантрасы здесь ребята себя немножко переоценили по итогу получается то что фантом к у нас телепортируется качаться в бот аппаратрум чаржет пока пак аппаратрум без ульты покажу так стоп все наверное он столько имеет он вообще не не может играть вниз ни один из команды ни с кем он не может играть потому что это у него какие-то беды так то он может что ему мешает вот здесь вот он конкретно подставился в боте не в того героя начал скиллы давать очевидно что на фантом кучу напали смотри фантомки проблемы сейчас все преимущество которое ребята набрали она исчезнет и даже дум с дулауром и мидасом уже этого не хватит и посмотрите на этого у д он аганим купил уже себе 6 огонь им возможно момент силу фнатик наступит и скорее всего так и будут когда не пока бы себе прикупит наконец-то пока тяжело пока просто круто нереальное давление сколько уже фрагов безответных наверно штук 5 набралось забирают ребята мид до этого смогли защитить топ и уже увы спирита половина аганима пак вич блэйд рвала 13 уровень по-прежнему все у армала порядке но совсем недавно три минуты назад вы теперь был худший среди всех коров а пак там был чуть ли не в тройке дизераптор хочет ваганим выйти ну да да здесь мне кажется это классное решение под того же у доиграть очень легко будет но даже сейчас можно что статик дать статик рановато кстати не так долго действует из таланта но всего хватает армал снова умер конечно после таких я думаю моментов армал уже в легком тильте что не говори все игроки люди те ничего не получается и не можешь сыграть с команды никак спиритбрейкер скоро шедоублейдом будет а там уже 20 минуты и можно будет после шедоублейдов аганим шарт выйти 12 уровень при этом почти у спиритбрейкера сок саппорты классный у фнатик вот тот же вивер очень богат но он тоже не может до конца реализовать себя он купил весел от еще пять минут назад и ничего не получилось сделать а вы должны понимать с каждой минуты этот веса становится все менее актуальны против того же марфа там час манта будет и от весела проку будет совсем мало пробовал хорош но для удача стать за два лагеря выпало вообще все там же не такой большой шанс принципе да ух там вашей скрипов было прикольно о том скелета появлялись томка добрала себе бкб кстати говоря это шанс сейчас хорошо подраться принципе вот был бы дизолятор можно было бы после драки еще и рошана зафорсить хотя можно если прям минус 5 такие плотные знаешь не потерять там не пониманы на героях то можно в общем-то и рошана забрать даже без дизоля ребята решили бить рошана прям сразу под соларом довольно бесстрашное решение так скажу учитывая что в с у прилетела гоним и там еще смолк и кажется понимают мотива и трасса если сейчас фнатик не добьют рошана его добьют дайр потому что там модель и что странно очень нравится на тик дума влетели разворот на за страйк на рэйвена рэйвен блэкин баре пытается водопить рожан падает айки для спирит брейкера фантомка живет долго но конечно же умрет конечно умрет был вопрос времени морфлинг на перекачке появляется перед брейкер об кого дум упал я не понял веса наверное наверное веса энчант раз выкупается и и летит фарминг насколько вот это нужно было действие команде фнатик у них появился блокинг бар вы можете подраться нормально по человечески типа зачем вот форсить вот эту драку на рошане знаю странная игра от фнатик прям такое начало у них хорошее было чушь они так все плохо делают-то армал прям не доигрывает жестко ну ладно тут рэйван погиб в этом тимфайте не получилось у него там своровать а ей ну как бы забрать эгис ну хотя бы золото и экспуза рошана получили хотя бы если бы они еще рошана бадали было вообще прям грусть печаль надо уже задумываться о каких-то лотусах если честно вот против од и не знаю ну линкин сферу тут против спирит брейкера опак делает линкин сферу и фантомка то понятное дело не будет так что у нас спирит брейкер спирит брейкер денег на шарт у него пока что нет но в квикбай я его не вижу то есть он как бы не планирует покупать этот шарт и если честно ему этот шарт ну не то чтобы прям вот знаешь обязательно нужен потому что него в команде есть войт спирит о.д. и морфлинг эти герои наносят чудовищный магический урон даже если там как-то фантомку руками пробить не получается всегда ее можно вот чтобы так и к тому же морфлинг у нас вообще аганим делает кстати говоря вот и превратиться в спирит брейкером вообще бомба атака на пока очередная астрал настал должен быть убийственный там же нет никакого ничего нет статик шторм на всякий случай если кто-то нападет идет дум без ультимейта при этом врыв но у д у д но он же с аганимом а стал должен быть стал появляется блинк по моему нажимает а а все все до ушел кб фантомку глимцуют отсюда реймон тоже не выходит а не знаю прям очень плохо все делаю знать супер плохо урона ясно организация урон есть просто и не дадут пить в этом беда все как я говорил 10 минут назад или даже это было на минут пять назад и так много времени прошло 3000 это не преимущество все разыгрывается очень быстро от команды трасс учитывая тем более нестабильность знать учитывая что мы видели как армала на паке не получается кто-то вообще играть на протяжении всех этих 23 минут вот начиная с первой это атаки снизу когда было непонятно то ли мы спиритбрейкера то ли у д объем итоге никого-то мы не упили атака на спиритбрейкера и телепорт сеточка тролля все четко предбрейкер оказался в ловушке поймали его хотят дум реализовать дум-то остался дрим койл поставить и в принципе будет спирит умер все оказывается еще проще астрал дрим койла мимо у д очень классно реагирует еще один астрал есть можно еще раз закрыть но тут долго действует только если поляна какую-то хотел чистить раптор пойти поставить тут наверно да могло получиться что-то интересное отдают вы теперь это минус doom для мотива и трасс зеленый свет как только вы теперь появится морфлинг уже с аганимом обновить кого-то питер хаммер вивера залетает может быть потянулся дотягивается увидел день на дворе тайм лапс же оказывается в удобной позиции повезло что именно здесь момент как он уже убегал на эту точку было 5 секунд назад дизраптора гоним там же астрал плюс статик это да да не ходу там наверно как-то как и понимаю серваки доты могут так сделать что-то пока бы уже мягкость при максимальной есть шанс что ты его нажмешь обычно так работает дота можно дата но это слипом ноги раньше было мы не понимали что за бака оказалось что-то не бак но просто но но это да это мало вероятно типа фантастика это нельзя сделать специально это просто те иногда может просто повести совершенно случайно так что да да это не вот этот морф под бафами брат рума это конечно что-то с чем как с ним справляться я не знаю он огромный стат резист имеет чаржится может тоже очень опасный конечно вот это вот комбинация фантом к пытается выкачаться пока что отстает к 3000 очень много нужно паку я вот так скажу нужен наверное аганим какой-то хотя он тут тоже не особо-то поможет пытаются сплит пушить была горошан появится не скоро команде фнатик в этом плане везет потому что в данный момент на карте они вообще никак не доминируют как-то кастануть дум в морфа кстати говоря дум то в морфа к закастованный он может помочь потому что он бульдоз должен сдиспелить правильно конечно конечно при активации да поэтому надо постараться как-то дать думу в морфа даже если вы его не можете фокуснуть надо взять неудобно ну а чё он будет под бульдозом кататься всех убивать ты ничего не сделаешь потомки чуть-чуть до дизоля остается но ребята нажимают смоку беду бегут куда-то сражаться максимально неудобные тайминги для драки вот зачем вот для чего ребята бегут куда-то рошана как бы нет идти драться фантомки не хватает до дизоля фантомки не хватает до 18 ладно сейчас 18 ап нет видимо просто хотят на сайте где-то вот пик офф видимо поэтому смолкой нажали потому что не надо играть вокруг рошана поскольку точно не заспавнится даже наверно ладно все таки не такое прям лузовое действие как может показаться что-то и получится но вышка падает ребята из mtg даже не пытаются ее дефать понимая что она им не нужна вообще уже скоро спирит брейкер с агонимом будет вот так вот чается очень богатые саппорты драпта все никак руки чешутся наверно уже где-то статик штором отдать пока нет возможности видит вивера в миде ловить его тяжело спокойно заберут и два игроки мтг ну и что снова у нас карта где аутсайдер готов забирать но как аутсайдер по мнению винлайн естественно по нашему мнению что талоны что фнатики в свои матчи не являются фаворитами очень распространенное заблуждение для тех кто малайзию смотрит мы-то for с тобой эксперты мы-то знаем что такое фнатика что это такая команда талон сейчас это весьма посредственной команды которые при этом имеют очень грозные имена принципе у фнатик то именно остались грозные лучше одни из лучших игроков азии на своих позициях но как-то пока получается что молодые молодые игроки то во всех регионах не только получается стратегии спирита работает и стратегию которую спирит забрали чуть ли не все что молодые игроки душат молодые игроки показывают класс о которых мы особо то не знаем те же например а бум и который сейчас первом дивизионе громят всех вот назад наверно пробу ну там конечно ладно про про бум на некорректно там много игроков относительно уже олдов хотя тоже 23 года это олд или не олд вот тоже вопрос это уже игрок старый 23 ну по меркам дот считается уже средне да ну и ну не супер молодой скажем вот изолятор конечно круто да это урон если повезет какого-то дезраптора представим прыг хотя дезраптор 1700 хп 1700 попробуй в общем бьют вивера по моему плохо затаймили ремонт и назра страйк в итоге урона не хватило вивер уходится в инвиз и переживает забирает dd а был бы тут любой другой саппорт было бы тяжело вивер эти атаки с удовольствием ловит что почти пушевого морфлинга пушка аганим линка манта с ума сойти он руками бьет он еще и магии будут раздавать там реально на выбор давят фнатики низ в принципе могут раз то вообще на это забить пойти мид сломать чем этот низ и ртом как-то смотрите просто в итоге просто ждут противника они не мид не толкают не дефит низ просто ждут а скале только что поймали что на их тройке кто-то есть ну да все разлетаются на тик не хотят они идти прямо забирать т2 оставляют там крипов то что на карте сейчас ничего не происходит наверно на руку радиан там все-таки там дофармливать как-то эти свои вещи надеяться на это хороший тимфайт у них из тимфайт как у них тимфайт тоже ну такой не самый плохой вот но для этого нужно поставить хороший кайлы думать хорошие это не всегда как бы получается учитывая что там сейчас линкен сфер накупит тут одна на морфе 1 будет спирити готовится воды тоже готовится так там сбили линку кто-то там паку да у пак наверно линка да драм-тройдет ждет момента просто астрал дальше будет ставить шторм дума рвался и дума дал но там астралы там астралы которые будут очень сильно мешать еще один астрал на готове да спирит брейкера практически добили морфлинг врывается в дума плохая цель дума же не так опасен нужно бить другие героев бьют не тех кого нужно у дэй еще один астрал есть блинк два байбека возвращается джек бойс над снова на дума и красоты вылетают просто ты посмотри на это морф сзади под веселем добирают еще одного героя ну фантомка пытается да телепортироваться естественно здесь цепляет убивают ну это два байбека ну это два байбека да два байбека на спирит брейкер на вейсе там конечно тоже выкупался вивер вот и по итогу рошан сейчас заберут дайер но мы видим что как бы вот тут за счет как бы не будет этих байбеков мотивейт трасс точно бы эту драку проиграть точно бы проиграли и рошана бы этого отдали то есть наверно все таки еще не все потеряно да пока пока игра идет но видишь тут получается дум выдать раз за разом я думаю скоро это будут пресекать ребята вейт спирит еще немного и появится линка и тогда будет тяжело ворваться через танк кентавра и дать дум там уже дизраптор естественно мы видим он был очень близок чтобы не дать думу замахнуться а игис у морфлинга морфлинг забирает себе аганим шард как там атака на вивера с очередная хватит урона в этот раз да хватает урона там еще и зерил в запасе был первый догон упака то есть отказывается от того же аганима в угоду быстрого урона посмотрим если может быть сеганим шард вообще морфли у морфлинг от да даст конце концов герои могут с драки уходить в этом астрале видимо хочет давай спирит забирает себе аганим шард по итогу передал все желуды ну да мне кажется надо это наиболее симпатично прямо сейчас вы подумал можно там побегать конечно стране ты позицию выбираешь потом еще один астрал подальше уходишь с эпицентра драки не стоишь на месте вот этим думам удобно-удобно смог от команды фнатик окна и начисло чисел испугался сайл прилетел обошлось скажем так первая половина игры конечно было поактивнее вот это последние 10 минут по факту мы увидели одну драку и в общем то до этого тишина и как будто сейчас снова будет тишина с другой стороны у трастов есть аегис было бы глупо пытаться просто фармить лес бесконечно спирит брейкера прямо сейчас будет аганим тоже как бы намекает что хочется поиграть ну и вот у нас новая игра где аганим шард и спирит брейкер не покупается но вот форс какой-то момент говорил что ну вроде как норм но сейчас мне кажется уже не норм сейчас прям чувствуется что фантом куда же не пытается вкусить первую не убить с аганим шардом эта ситуация меняется нас уже конечно надо но потому что фантом уже сама сама как бы способна убивать достаточно быстро за пкб нескольких героев вот и если вдруг ты скиллами промазал то руками бить фантомку без банки кинг бара но при всем уважении тяжеловато вот поэтому конечно шард лишним точно не будет он же стоит копейки 1400 золота чё у баратрума у него нетворс 10к ну ерунда можно как бы добрать ничего неужели отдают линию ну да там против агиса наверно тяжеловато глиф отсутствует скади проезжает марфу ну сейчас просто такими темпами вторая линия упадет и ничего с этим не поделать вторая линия падает до 2 минут с аэгисом нужно как-то действует вот как-то по морфлинга подбать чтобы поближе к фонтану противника прилетел о вот это было бы хорошо да если бы сейчас прилетел для команды фнати манта вторая линия падает спину попытка была зайти думом и тут же контроль байбака нет там не хватает баунти руны сейчас одной вот где-то лопата может есть какая-то не знаю надо копать лопаты желательно баунти руну пытаются убить перед брейкера подходит у да есть астрал непонятно морфлинга закрывать и не стоит он ведь с аэгиса поэтому ничем не рискует рейвена не пробивают руками спирит брейкера убили санит и клипс фантомка на грани смерти прыжок рейвен глимс назад вернули ремонтом зацепили убили фантомку уже два байбека дума появились деньги байбек нажал пытаются убить у д д но астралить его никто не может обычно ду получал именовый спирит а из минуты еще будет ли морф тут не хочет воевать он уже полностью перекачался как-то вообще неохота даже после егиса возвращаться у д нажимает бай морф перекачается в локость по максимуму но никакой драки не будет очень непонятно байбека туда телепорт в итоге и отменил который нажимал лаван пост поспешил поспешил с байбеком а так в общем то неплохая драка несмотря на то что фнатики вроде как поубивали всех но там три байбека в том числе от фантомки дума просто следующий раз если ребята умрут после баев игра закончится одна линия проморф готов я думаю с командой бак дурить нет рошана естественно аегис только упал только упал еще он 20 секунд валяться пак на все деньги покупает догон номер пять жестко как-то надо да ситуацию исправлять поэтому догон догон пять это это решение прыгнуть быстро убить какого-нибудь дисраптора у которого там два кхп что там тычка арба сайланс от сайланса у него никакого там самостоятельного эскейпа нет ни глиммера не и улы не гаста туда догон засунуть и все и нормально без раптора убьешь игра очень сильно сейчас строится вокруг байбеков у команды мотива трасс если мы посмотрим на байбеке байбек есть только у марфа в принципе если как бы нормально нормально въехать первыми закастовать дум убить каких-то героев а и гису марфа нет его там проигнорировать и постараться с ним потом разобраться то может быть все таки что-то еще как-то получится вроде бы преимущество всего лишь 3к золота у команды дарда но складывается ощущение абсолютно какой-то безысходный просто нереально сложно играть прям нереально сложно вот линка появляется у фантомки кстати очень хороший предмет таки чаржи вот эти бесконечные ульт спирит брейкера астрала это очень сильно мешает смог пак смоу кривили тупака байбека нет получит статик умрет спирит брейкер получил статик линка ошибся открылись мтг надо драться тут спирит брейкера уже видели на боте и статика нет надо кайлить как-то никого не поцелу далеко уже не уже никак хорошо мтг отступили могли очень жестоко поплатиться за вот этот вот криво использованный статик шторм риф на инчу дайте быстро убить выстрел есть инчу убили глимс диджей диджей но не выйдет со стана и таймлапс вы не нажмем хороший ответ сами неудачно атаковали потом очень грамотно отступили и смогли принять у себя пиков тяжело тяжело лайтгейм идет вроде как вот раз ты уже понимает что игра почти в кармане но когда там фантом как риту it the pack с пятым догоном один раз ворвется и можно быстро убить кого-то же кор героя естественный doom который все больше набирает мощь 20 уровень и дальше будут выходить рефреш а ну не все уже хватает за счет шивы монопул большой фантом к 25 хочет книгу берет себе рейвен притом на тридцать девятой минуте эту книгу покупает соответственно через минуту можно будет без особого труда 25 вытащить орф 5 900 чё покупать вопрос мкб какой-то моджик поис подумает что нужно или сатаник с другой стороны стойкость получить больше утра ли тяжелый выбор блин да реально как как выбрать вообще в этой ситуации тут через 20 секунд давно все-таки рашан спавнится и надо бы наверное кто-то с этим команде рейден делать да это понятно они его будут забирать они про пуш лимит там вид постоянно пушится надо с этим как-то жить и что-то делать по итогу а по итогу что по итогу надо как-то рашана контестить а он уже появился если ребят его заберут очень быстро более того его уже начинает пор пить но как-то так аккуратненько линка появляется на вивере чё неужели они отдадут вообще прикол рашан с аганимом а у команды траст удивительно уже 5 аганимов есть ну можно продать понятно продать можно сам факт на самом деле не каждый день такой видишь это тем более только 3 ржан раптор такой прыгает аганим забирает моё пока держит по сути самое главное это байбеки байбеки у игроков натик отсутствуют ну там больше там у фантомки нет да у дума нет морф уже 12к имеет сверх фантом кем это у него еще нет эссенции аганимы то есть ему по сути еще слот можно добрать ой не знаю как они будут против этого эгиса воевать не слабость это представляется протрум с бкб дом такой прям вообще какой-то непривычный нищий 18 канетворса всего лишь теми даст дива ур там все классно сейчас суши может братом убить задумание спорж до убить как-то быстро но его увидели там он нажал ниндигир сейчас же он опять зачаржится до зачаржился но нападать на него ребята просто боятся очевидно что братрум играет один потому что он быстро прибегает из драки в драку и может позволить себе отпушивать линии один то есть на него надо напасть наверно по идее и вот морф подходит хайграунду а что делать по фантомке наверно как-то 25 неплохо было баб но ребята тоже вот они вот этого я кстати вообще не понимаю так ладно смотрим тут сейчас на морфа пытаются выйти сбиваются линкен сферы пытается его продамажить догоны терял плейды ну живет не понимаю вот этого то есть вы не контестите рошана то есть вы не идете но вы хотя бы ванпост перехватите он там пару раз тикнет экспы даст от фантомки может быть хватило бы там сейчас она еще по парамет и хватило бы еще раз 25 а помни for сколько когда на использование книгу ты использовал там сколько пять минут когда запускается а я не помню потому что она не рада тебя прочитала книгу а сейчас 43 соответственно книга в магазине валяется фантомка и наверно прочитать не может просто я если же я не знаю я не могу тебе сказать потому что потому что у меня недавно была ситуация где мой мидер купил две книги сразу вот так же как и сыра вы знаете да что тайминг запускаете нельзя два сыра одновременно нажать там или с тайминга 5 секунд запускается кд иначе это была бы имба сыров на стакал там пошел в драку 1 и 2 сэр 3 сэр имбово как-то было бы вот ну с книжками тоже на самом деле тоже можно книжки настакать и в какой-то момент хоботом три штуки как прочитать на часе 22 перезарядка увеличена с нуля до 300 секунд значит пять минут кд понятно что можно заложить терпеть две минуты фантомка здесь пока что живет а тос на баратруму наплевать у него так ну статик думал по почти убили почти убили прям чуть-чуть не хватило ну хотя и диску выпили зачем вообще просто у него шаги дисбкопы линка ему нас липу так наплевать надо буквально поздравить там пока подловили пак ворвался поймал астрал ну и арбал пытается играть до конца у то я закрыли вот это уже классная идея минус от а вот и без байбека мы помним недавно покупал спирит брейкер уходит временно из драки морфлинг здесь остается морфлинг но он все еще с айгисом ну даже есть на выбирать морпа убить брат рума вот так хорошо все сюда родной правильно сейчас будет стомпу уже пока бейте а баш баши баши нет да баши нет ну ну линию спушили чё то есть вот представь себе вот они не отдали бы этого рошана подрались бы за него ну то есть даже если бы они отдали бы этого рошана пришли бы повоевали поубивали бы героев там выбили бы а егис например ну всяко как бы было бы попросить сейчас а тут остается одна линия мотивей трасс ну они прям реально у них прям то что они тут по на отдавались это ну не критично они байбеки никакие не потратили у радиантов пак выкупился которого и так там пкб докупает хочет силовой блин к себе кто-то там дума зациклонил я не понял кто это был наверное в с там больше шью и улов нет хотя может из раппера зациклон вот непонятно нужно ли было это делать и вот сейчас такая дилемма то есть вот вроде бы может выкупится брат рума в с а надо ли выкупаться когда соперник заберет только одну и мне кажется что наверное нет как бы сейчас дизричи заспавнится и может как-то морф тут поэтому на аффлексе может один спирит брейкер бай нажмет вы спирит выкупаться не будет вдвоем как-то тяжеловато в район можно спокойно в район можно да можно там прыгнуть там читает эрил вжахнуть и боял смотри фнатики они боятся от этих это климса встретить наверное на себе но тут знаешь как это засомневался проиграл поэтому либо ты отходишь либо ты бьешь вот не не надо вот это отошел а потом подошел а потом отошел по не надо все не хочешь бить все не надо не не мучайся не на не надо идти там и бейки на фарме шмотки на фарме vision поставить это все делать не стоит опять-таки ситуация с байбеками какая вот самое главное что сейчас есть пашка морф байбеки имеют а д будет с байбеком на самом деле мы 400 голды нужно если в драке какой-то герой умрет до того как у д умрет а он у него еще кстати нулевый тот самый а я вам диск он правда один раз прокал уже не заметил видимо с байбеками ситуация конечно удар получше окно я думаю чувствует этот смог то что в мире там до астралы на карте никто не показывается понимаешь так фантомка башер себе приобрела шарда нас перед брейкере мы с тобой так и не видим да вот сайт я в такие моменты хочу чтобы одна команда проиграл а если не хочется перед брейкер делаю серьезно думали о морфу не очень приятно прыг на и чулок илью motor атака спирит брейкер уходит морфлинг но боится боится идти сын его били 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 он фуловый все равно на самом деле мне кажется не стоит тут кое кайла не дума нет мужики чинить и чинить и надо этого дела ну а наоборот конечно нужно напасть мне кажется потому что у них то как раз вот все есть форма морфа вот сейчас появится через пять секунд он сыром сыр кстати говоря не перекладывает даже может стоит все таки тогда его отдать кому-нибудь например вот вводит спириту который у него дасты и стики то уж явно можно согласить не не самый такой нужный предмет на 47 минусе вот поэтому стики да можно было бы выложить осы забрать может возникнуть такая ситуация где там тебя спрячет лишний раз так и что у нас иметь не происходит какая-то атака непонятно ты чё правду разгон с одной стороны потом еще раз но это инча это инча главное что остальное решаешь а то линкин сферы массовый решает 2 я вижу 33 линкин сферы до вивер пак и тонка сейчас байбеком выкупится можно при желании на полу армал на самом-то деле подруинивал так всю игру а вот здесь он прямо закинул супер крепко скорее всего этот мог был последний в этой игре тот только теперь если можно фонтан полить и драться наверно будет какие-то шансы в остальном тяжело падает последняя линия и трасты но могут оставаться то здесь так бой сейчас будет 10000 золота кстати если что спине выход рвается фантомка быстро убивает дизраптора но массовый блокинг бара тут же активированы кум с рефрешен готов рваться думе непонятно куда кого пока никуда никого отдай себя закрывает у морфлинга линкин сфера доступны вот эти дум никуда не может ворваться толком умирает также без байбека оставится вивер ну будем честны был бы здесь пак было бы сейчас намного легче наверно все равно было тяжело все равно камбэк был бы фантастикой но без пока шансов вообще никаких не осталось нет мидера у которого двадцать семьдесят золото мега крипы падает и 4 и фантомка 1 без какой-то рапиры шансов не имеет форстаф не работает kinetic field эзериал адептив и static шторм тикает этот эзериал весьма сочно умирает энча фантомка остается 1 нажимает байбек и команда фнатик сдается но вот снова фаворит матча по мнению видлайн проигрывает первую карту ну честно говоря да вот тут короче мотивейт траст они по моему вот именно на скиле переиграли знаешь вот я что тебе хочу сказать потому что драфт реально у фнатиков был неплохой то есть да мы там говорили что фантомка в спирит брейкера что вот вроде бы вот этот вот метовый отдэ хороший и морф против фантомки хороший но по сути фнатик так стартовали свои линии что ну у них же реально было все в порядке то есть в топе doom качался дата морф тоже фармил в миде пак качался его и спирит тоже качался а у фантомки прям на линии у него было прям вообще прям супер кайф все и вот армал наверное главное самое такое да вот любим мы таковая вот природа человека любит человек вот искать от виноватого знаешь если этому инстинкту поддаться то наверное во фнатик можно выделить вот самое слабое звено наверное армала хотя мы можем посмотреть на когда дума 1814 и тоже сказать что это ну не очень как бы классно когда у тебя хардер 1814 но армал в стольких позициях вот оказался что прям видно то как ты не дожимает кнопки да и левел у него как-то на паке 27 должен типа чувствовать героя прям хорошо а что то это как-то ну не пошло бывает вот это не повод ругать человека если он там где-то в одной игре там подзалил вот кейпи мы сегодня ругали кейпи там три года уже у него не получается играть а у армала у него пока что только вот в этом сезоне игра не идет это вот одна из тех карт когда у него вот не пошло ну а так морфлинг 18011 мое почтение да уж трасты побеждают матч команд равных по силе если учитывать очки в dpc лиги и трасты вырывается в этом матче вперед мы уходим на паузу нас ждет очень минимум одна карта в рамках dpc лиги регион юго-восточная азия далеко не уходите